доброе утро мои дорогие зрители мои подписчики и сегодня мы у нас уже седьмой день отдыха в грузии батуми мы решили отправиться на экскурсию должны были вчера ну по некоторым причинам там она не состоялась и вот мы сегодня едем экскурсия у нас называется матчахела в нее будет ходить 2 или 3 водопада слияние горной реки мост царицы тамары еще много чего интересного а закончится она грузинским застольем все я про экскурсию сейчас рассказать не буду вы это увидите все видео пусть вам будет интересно значит экскурсию мы приобретали у зураба и безо ссылочка будет в описании и вот здесь на видео что еще он хочется сказать путешествуйте не сидите дома но мы ждем сейчас наш транспорт и будем отправляться на экскурсию но мы ждем Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Открываются отсюда у вас обзорные площадки от креста. Очень красивый вид на горы, на море. Раньше завязывали ленточки, а сейчас... Какое-то ковидное дерево желаний. Все в масках. Перед отправкой в Батуми было яркое солнце, жара, не единого облачка. А здесь в горах уже чувствую себя комфортно. Здесь не жарко, облачно. Совсем другая природа. И это очень красиво. Также отсюда открывается красивый вид на Батуми. Вон он вдали. Видно речку горную, которая впадает в море. Из-за этого море в Батуми имеет такой мутноватый цвет. Не оно не прозрачное. Но мы сейчас отправляемся на следующую точку нашей экскурсии. Играет музыка. Играет музыка. Целецкий был��려 в�город, когда выполню жал unsafe и обратно всем Целецкий был милостоку, когда выполню, момент Isaac Стасrik далеко д piękном К словdan попали делать буду Там ты мне задержал, я сейчас Absolutely И взял вопрос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы находимся на слиянии двух рек Но, к сожалению, нам не повезло Это все территория заполнена обычной водой И видно разделение по цветам голубая и мутная вода Но два дня как ее спустили И вот нам в этом плане не повезло абсолютно Мы только видим огромный слой ила намытого речками Честно, ожидал увидеть от этого места более красивый пейзаж Но, да, нам абсолютно не повезло Давай, друзья, мы выходим Здесь водопад Прошу вас, я близко к водопад Вам хватит полчаса Полчаса Вот, насчет дегустации, что я говорил 700 каналов дегустации без входа Вот, спустите и здесь будем дегустировать А остальное, вот, мед, 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 мед здесь Ладно, поднимайтесь, мы здесь будем вас ждать Итак, у нас вторая установка Мы приехали к водопаду Сейчас мы к нему идем И вот мы уже на подходе к этому водопаду Вот он открывается, вид на него Он большой Сейчас мы все увидим Людей много Посещает это место Слышно от водопада грузинская музыка Тут женский ансамбль И вот мы подходим к самому водопаду Он огромный Мы сейчас прям попытаемся передать эту всю высоту Музыка Слышно от водопада грузинская 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 музыка И все это происходит возле такого красивого водопада И все это происходит возле такого красивого водопада Друзья, как мне кажется, сюда надо приезжать не в туристический сезон Потому что людей очень много И тяжело пофотографироваться Это поснимать красиво Поэтому не судите строго Много очень людей А так это красивое место И его стоит обязательно посетить Ну вот, как видите, людей очень-очень много Класс, водопад большой Лене водопад понравился Хотелось бы в нем покупаться Ну, людей много Сфотографироваться вы стоите уже, можно сказать, в огромной очереди Рядом выступает грузинский женский ансамбль Танцуют, играют Но вот сюда надо ехать реально не в туристический сезон Оно, я уверен, будет прикольней Когда меньше людей Или по возможности сюда приехать рано-рано утром Пока еще никого нет Это того будет стоить Когда идете от водопада Здесь небольшой рынок Сувениры Вино, мед И вот уже пошла дегустация Наша группа дегустирует вино Друзья мои, господи Белое или розовое Полусухое? Да, полусладкое, наверное Попробуйте розовое Это пупик Попробуйте, оставляйте Вот это А какую цену вино? 15 лари стоит Да чуть-чуть Чтобы закончиться, да-да-да Вот так тут дегустируют, ребята А я вам думаю Тоже красную сухую Ребята, вам Белое сладкое есть? Есть Вода вкусная Какие белое? Чуть-чуть, чуть-чуть совсем, глоток. Я много не пью, я только попробую. А это сколько? Напробовали свина, купили себе домой, а теперь мы идем к мосту царицы Тамары. И вот он мост царицы Тамары. Вода немного зеленоватого цвета, но она чистая, красивая. Очень красивый вид открывается. Местная молодежь отсюда прыгает с этого моста. Высота приличная. Тебе нравится, Лена? Да. Какое красивое ущелье. Еще одна небольшая дамба там. Здесь хорошо обдувает ветерок. Надеюсь, он не забивает звук в камеру. Очень красиво. Мне очень нравится каньон, который находится сейчас сзади меня. Надеюсь, камера передаст хоть немного эту красоту. Этому мосту много лет, если не ошибаюсь, ему лет 800. Очень красиво. Водичка, наверное, такая чудесная. Местные дети купаются с большим удовольствием. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока вся группа фотографируется с видом на речку Мы с Леной решили все-таки подняться на этот мостик И пройтись по нему Лена, ты не боишься? Нет! Вот такой мостик Сейчас я попробую сюда забраться Вот он весь шатается Как по нему классно идти Досочки местами прогнили Но все равно это прикольно Смотрите какой отсюда вид Красивый вид Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такие смотревые окна И вот она пушка Спасибо. Вот, в бункере обитают летучие мыши. Придется ее съесть. Вот такой вот бункер. Интересно было посмотреть. Встретит летучую мышь. Надеюсь, это не ковидная, не с Китая. Но природа здесь просто красивая, замечательная. Вот, посмотрите. Сейчас я нахожусь над бункером. Вот дорога. И вот она пушка, которую мы видели изнутри. Итак, вот. Он находится спереди бункера. Он выглядит вот так. Еще у нас следующая остановка. Здесь можно покупаться в реке. И еще один мост для фотографирования. Такой же, как и мост Ристамары. Здесь есть зиплайн. Кто хочет переправиться с одной стороны. с одного берега на другой. Может это сделать. Но это не экстремальный. И вот очередной мост подвесной мостик. Попробуем на нем... Ой, как хорошо! Лене сразу страшно. Досочек не хватает. Вот такой вид. Лена вот боится. Ой, он хорошо шатается. По-моему, здесь экстрема больше, чем на зиплайне, который находится рядышком. Ну, а сейчас будем купаться. Купаться будем? Да? Зачем же она сюда шла? Лена, зачем же она сюда шла? Она только ради купания и поехала. Лена ходила в водопаде. Ничего, покупаемся в горной реке. Смоментная, что вот такое... ...что что было! Лена ходила в водопаде. Сменя? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поверьте, купание в море не доставляет такого удовольствия, как купание в горной реке. Это уже второе купание у нас за эту поездку, за эту поездку в Грузию. И это просто классно. Посмотрите, как качается мостик. Как по нему классно идти. Особенно если не держаться руками. И вот сейчас человек поедет на зиплайне. Желающих прокатиться нет. И таким образом они рекламируют свой зиплайн. Он абсолютно не страшный. Маленький, не экстремальный. Вот там мы купались. Маленький, не экстремальный. Мостик шатается. И по нему еще, кстати, ездят машины. Причем если едет машина тут же здесь, просто с ней не разминуться. Даже пешеходу. Разминулись. Вот растет хурма, а так на деревьях. Мы идем сейчас к водопаду. Вот вся группа впереди. Вот такой интересный заборчик, весь уже почти сгнивший, покрытый мхом. Смотрится красиво. Наша дорога все идет вверх и вверх. Это как сказал Гид называется. Вербная аллея. Оно все поросло мхом. По ощущению что попали куда-то в фантастический фильм. А блин все это как-то как будто куда-то в сказке. Здесь все заросло папоротником. И вот впереди уже виднеется водопад. Побали на дерево. Надо пригибаться. И вот водопад. Вriment намit regeneration ухом. И вот еще еще есть металл. Внутри в野ковом. Верно. Вам тоже получается. Верно. 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 И вот мы уже пришли в ресторан. 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 И вот мы пришли в ресторан. И вот мы уже 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 в ресторан. И вот мы в ресторан. Давайте баду устроим. ПЕСНЯ 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 путешествие в горной аджарии что вам сказать посидели мы два водопада покупались горные реки попробовали вина и купили его еще там было короче посмотрели красоты горной грузии и в конце у нас было еще резинское застолье честно ожидали немножко больше вас был с лучшим краевидом как показывает знаменитые блогеры с красивым видом с высоты гор до вид был не очень но здесь людей было немного здесь было всего лишь два наших микроавтобуса с которыми мы приехали и это было реально весело но веселье мы сделали себя сами чем нам понравилось застолье тем что это был интернациональный коллектив такой беларусь польша украина в основном и казахстан вот такие застолья как мне кажется они способствуют миру и дружескими отношениями между нашими странами правильно а то что делают политики это уже второстепенно украину здесь ждут любят приезжайте из негативного честно нам не понравился вид он он особо ничего не рассказывал и вот при на предыдущей экскурсии нам водитель рассказал больше фактов чем на этой экскурсии рассказала гид что хочу сказать ну есть ли вас позволяет финансы посетить данную экскурсию самостоятельно индивидуально то наверное этого стоит сделать у вас не будет прогонять вас будет всех классно хорошо ну реально немножко вы все время спешите куда-то не успеваете пофотографироваться нормально поэтому не жалейте денег и отправить индивидуальную экскурсию если нет то все равно стоит посетить данную экскурсию